Точки над И. Итог саммитов подвел Владимир Путин на большой пресс-конференции. По его словам, сегодня основу многополярного мира закладывают страны с разным уровнем развития, разными типами экономики, разными подходами к мировым угрозам. Но реальность у них одна. Это три с лишним миллиарда человек или 40% населения Земли. И эти страны в состоянии предложить свой путь развития общей цивилизации. Мой коллега Антон Верницкий побывал на пресс-конференции, чтобы узнать, как Россия собирается использовать преимущества этого партнерства. Наглядно показать, что такое БРИКС, легко по эмблеме нового банка развития, о начале работы которого было заявлено в Уфе. Страны БРИКС на ней – Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР – стилизованы под стрелки компаса на фоне земного шара. У каждой страны своя стрелка и ее направление. Так и в действительности. Наши страны очень разные. Но цели у всех одни. Все это складывается естественным путем. Никто никого никуда не загоняет. Вот это чрезвычайно важная вещь. Почему? Потому что все участники этого процесса чувствуют объективную необходимость в сотрудничестве. Особенно это касается необходимости создания более демократических принципов построения мировой экономики. Сейчас мировая экономика разделена на две неравные части. Запад во главе с США, диктующий свои условия существования всем остальным. И не Запад – страны, развивающиеся, интересы которых и представляет БРИКС. Впрочем, то, что это не жесткое фронтовое противостояние, показывает хотя бы тот факт, что даже президент Бразилии Дил Морусов за неделю до поездки в Уфу побывала с визитом в США, где говорила с президентом Обамой о долгосрочном сотрудничестве. Противники БРИКС даже усмотрели в этом раскол в организации, но ничего подобного не произошло. Ровно об этом же сотрудничестве речь шла и в Уфе. Никого из участников БРИКС это не смутило, ведь тот же Китай – основной торговый партнер Соединенных Штатов и одновременно один из крупнейших партнеров России. Подводя итоги трехдневного политического марафона в Уфе, где Владимир Путин провел полтора десятка двусторонних встреч, он ответил на вопрос, что же будет с миром через 10 лет, который одна из журналисток даже нарисовала на плакате. Будет ли у стран БРИКС, к примеру, своя платежная система, как альтернатива западным Мастеркард и Виза? Нам нужно в полном объёме запустить свой пластик в этом году, сделать так, чтобы он был доступен для наших граждан. У нас большой рынок. Ну и что же мы сделали? У нас Виза и Мастеркард. 97% обслуживают клиентов внутри России. Ну это нормальная ситуация? Нет. Но мы это позволили сделать нашим партнерам, исходя из того, что экономика как бы вне политики. Выяснилось, нет. Она погружена, более того, используется как инструмент политической борьбы. Поэтому мы должны будем сделать для себя выводы. Но это не значит совсем, я уже много раз об этом говорил, что мы должны себя как-то сами себя ограждать какой стеной. Этого не будет. Мы будем использовать все инструменты сотрудничества со всеми странами, и с Соединёнными Штатами, и с Европейскими, и с Азиатскими. Но, разумеется, будем активно развивать отношения, в том числе и прежде всего с теми, кто хочет с нами сотрудничать. Страны БРИКС этого хотят. Поэтому уверен, что мы будем иметь дело с миром более сбалансированным, более безопасным и процветающим. В силу ряда причин сейчас страны БРИКС испытывают определённые трудности. Политика экономические в Бразилии, экономические в России, падение фондовых рынков в Китае. Как вы видите выход из этой ситуации? Что касается экономических трудностей, то они есть везде. Что происходит в Европе, мы с вами хорошо знаем. В Соединённых Штатах тоже снижение темпов роста. В этом смысле страны БРИКС не исключение. В России мне не нужно характеризовать то, что происходит. Я говорил это уже неоднократно. Да, есть проблемы, да, есть падение темпов роста, в том числе ВВП. Но в то же время мы сохранили наши резервы, мы обеспечили приемлемый курс национальной валюты. У нас положительная сальдо торгового баланса. У нас фундаментальная основа нашей экономики даёт все основания полагать, что мы эти сложности тоже преодолеем. То, насколько важны были встречи в Уфе, показала история с приездом сюда Хасана Раухани. Прилёт его самолёта постоянно переносился на более поздний срок. Потом вообще прошла информация об отмене визита. В Вене в это время шли переговоры «шестёрки» по иранской ядерной программе. Но Раухани, чья страна с 80-миллионным населением добивается членства Шанхайской организации сотрудничества не первый год, на саммите появился. Так же, как и Сергей Лавров, участник венских переговоров от России. Практически все министры иностранных дел находятся сейчас в Вене, кроме нашего министра. Но, как он вчера нас заверил, мы надёжно контролируем ход переговорного процесса. А если говорить совсем серьёзно, то мы действительно знаем, что там происходит, и наш министр в контакте со своими партнёрами и коллегами в Вене. Членство же в ШО, с которого так добивается Иран, возможно лишь после снятия санкций ООН с этой страны. При этом Россия, выступающая за полную отмену этих санкций, прекрасно понимает, что это приведёт к падению цен на нефть. Тем не менее, по словам Путина, российская экономика к этому готова. Мы исходим из того, что такой инструмент, как санкции, вообще должен быть изъят из международного экономического лексикона и общения. Он не должен использоваться в мировой экономике, потому что он её переворачивает с ног на голову. Мы все должны жить в нормальных, естественных условиях. И только в этом случае можно обеспечить устойчивое, стабильное и безопасное развитие. Здесь надо понимать, что вариантов экономического давления с политическим подтекстом на любую неугодную страну, при существующем порядке, множество. Из этого ряда и антироссийские санкции Запада, и история с долгами Греции. У Путина поинтересовались, не просил ли греческий премьер у России в долг. Господин Ципрос не обращался к нам за какой-либо помощью. В общем, понятно, потому что цифры там большие, мы знаем, о чём идёт речь. Решения должны быть приняты фундаментального характера, и вопрос даже не в деньгах. Конечно, на греках можно всё перекладывать, но если были нарушения в их деятельности, а где была Еврокомиссия, почему она не вносила коррективы в экономическую деятельность прежних правительств Греции. Ну, где они были раньше? Значит, есть о чём поговорить, и у греческого правительства есть о чём поспорить. При этом и сугубо экономическое объединение БРИКСы, созданное для обеспечения безопасности Шанхайская организация сотрудничества, на ключевые темы мировой политической повестки дня смотрят одинаково. В принятых в Уфе декларациях по итогам и саммита БРИКС, и саммита ШОС, отдельным пунктом, связанным как с безопасностью, так и с экономикой, выделен украинский кризис. Солидарно лидеры заявили, что на юго-востоке Украины мира можно достичь только путём переговоров. Нынешний этап ситуации на Украине, не кажется ли вам, что урегулирование пробуксовывает? Мне действительно кажется, что в известной степени урегулирование пробуксовывает, из-за того, что у наших партнёров в Киеве нет желания вести прямые переговоры с Донбассом, с Луганском и Донецком. А зачем тогда просили, чтобы они приехали, подписывали документы? Но это, по меньшей мере, странно. Но все мы сходимся в одном, в том, что нет никакого другого решения украинской проблемы, кроме как возможности решить её мирным путём. И через полное, безусловное исполнение договорённостей, достигнутых в Минске. Единство взглядов на ситуацию в мире показало, что в Уфе окончательно оформился альянс реформаторов. Причём надо понимать, что никаких ультиматумов Западу и США, тщательно оберегающим нынешнее мироустройство с самими собой во главе, никто не выдвигал и не собирался. Но посыл был понятен. Мир под управлением исключительно Запада уходит в прошлое. Это основной итог саммитов БРИКС и ШОС в Уфе. Саммитов, на которых Россия всячески подчёркивала, главных здесь нет, все на равных. Какой бы вес и положение ни имели страны, диктовать условия остальным они не намерены. Это и есть новые правила мировой политики и экономики, с которыми отныне придётся считаться всем. Антон Верницкий, Павёл Волконский, Виталий Зайцев. Первый канал Уфа.